Добрый день, меня зовут Качева Людмила Александровна, мне 48 лет, завтра исполняется 49, завтра у меня день рождения. На сегодняшний день я живу и работаю в городе Сургуте. Моя трудовая деятельность началась сразу после школы. Первое мое рабочее место это продавец в магазине, с тех пор почти 30 лет у меня опыт работы в различных торговых организациях. Но сначала это была розничная торговля, продавец, заведующий магазином, потом был небольшой опыт своего собственного бизнеса, три года работала на рынке, покупала и продавала вещи и обувь. Потом в начале двухтысячных я устроилась на работу в оптовую компанию, менеджером по продажам и достаточно быстро сделала карьеру. Уже лет через пять меня назначили директором крупного филиала. Работы было очень много, компания росла, расширялась география, расширялась клиентская база, ответственности также было очень много и стрессовых ситуаций было достаточно, достаточно часто случались стрессовые ситуации. И знаете, времени на себя, на семью, на детей практически не было. Мама работала, мама строила карьеру. Из-за высоких нагрузок и стрессовых ситуаций очень сильно пошутнуло здоровье. Кроме того, в той сфере, в которой я работала, в сфере оптовой поставки, тоже начались определенные изменения. Компания несла трудности, были определенные сложности в компании. И я приняла достаточно сложное для себя решение, ушла из компании, в которой проработала 13 лет. Но потом, когда приступила к активному поиску работы, достаточно быстро поняла, что на рынке труда, ну, особо ничего интересного для меня нет. Везде одно и то же, нужно очень много работать, высокая ответственность, да, и доход не очень высокий. И впереди, знаете, уже где-то совершенно недалеко светит вот эта вот мизерная пенсия. Именно в таком состоянии интересном, поиске себя, поиске каких-то новых возможностей, я познакомилась с бизнес-проектом компании Тинши. Сначала, конечно, было очень много сомнений, потому что я никогда особо, знаете, не доверяла, что ли, сетевому маркетингу, думала, что это что-то несерьезное. А знаете, почему? Вот сейчас я уже понимаю. Просто потому, что я раньше об этом ничего не знала. И благодаря моим мудрым наставником, достаточно быстро разобралась в легкой системе работы и увидела все преимущества, все то, что я для себя искала. Первое, что я увидела, это бизнес. Это очень серьезный бизнес. Это перспективный, прибыльный. Это партнерство с крупной международной компанией. Компания, которая на рынке существует уже 25 лет. Бренд компании Тиенс известен в более 190 странах. В более 110 странах открыты филиалы представительства компании Тинши. Ну и вообще 25 лет, на самом деле, это серьезная проверка для компании на стабильность, на надежность. Дальше, что я еще увидела? Это пассивный доход. Вы знаете, я поняла, что я поработаю несколько лет активно, и это меня приведет к высокому пассивному доходу. Что еще? Увидела развитие и личностный рост. Я очень люблю учиться, люблю тренинги, люблю различные такие мероприятия. Что еще понравилось? Еще понравилась атмосфера в офисе, доброжелательная. Вы знаете, все рады тебя видеть. Как-то даже удивительно было на первое время. Еще очень привлекли путешествия. Я обожаю путешествовать. Вы знаете, за два года работы в компании я побывала в пяти странах. Кроме этого, неоднократно была в Москве, в Казани, в Екатеринбурге. Еще я увидела продукт. Продукт, который, ну, на самом деле, он необходим людям, он востребован. Это тоже для меня, как специалиста торговли, достаточно важно, да. И я хочу сказать огромную, хочу выразить огромную благодарность своему супругу за то, что он поддержал меня в самом начале и поддерживает сейчас. Мы ведем с ним совместный семейный бизнес. И, знаете, хочу сейчас обратиться к тем, кто только-только знакомится с проектом Тиньши, принимает решения, да. Вы знаете, иногда перед нами жизнь открывает, ну, я так это называю, окно возможностей. То есть дает какой-то некий шанс, да. А мы зачастую отказываемся от него, потому что боимся чего-то нового. Вы знаете, я думаю, что лучше разобраться и попробовать, чем не попробовав потом пожалеть об упущенной возможности. Благодарю всех за внимание. Я буду рада, если это видео кому-то поможет. Всем спасибо, всего доброго.